Всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по этичному хакингу и пентесту. Наша сегодняшняя лекция это Information Gathering и Asynth, то есть сбор информации и разведка по открытым источникам. Цели данного урока это понять базовые термины, понять что такое EXIF и немного с ним поработать, попрактиковать утилиты, тулзы для Asynth, а также попрактиковать инструмент, очень мощный инструмент Monctego. Немножко теории для начала. Вообще Information Gathering делится на два обычно. Это Active Recon и Passive Recon. При активном сборе информации вы подсоединяетесь к объекту исследования, то есть объект видит ваш сетевой адрес. При пассивном сборе информации этого не происходит, потому что вы пользуетесь общедоступными сервисами, которые заранее уже все просканировали, все собрали. К активным способам сбора информации относятся, например, скан с помощью утилиты Nmap, энумерация DNS, энумерация SMB и также энумерация других протоколов. То есть здесь есть явный коннект. К пассивным относится уже сам Asynth, включая Google Hacking, такие сервисы как Shodan, Censys и WebArchive. Так как сегодня у нас именно сбор информации и мы еще не дошли до безопасности веб-приложений и инфраструктуры, мы будем рассматривать только пассивные методы сбора информации. Сначала ознакомимся с термином Asynth. Asynth – это Open Source Intelligence. Это методология сбора, анализа информации из открытых источников. Есть такой сайт, называется Asynth Framework, и на начальном этапе он очень помогает сориентироваться, где что искать, где можно какую информацию найти. Давайте попробуем перейти по адресу. Вот такой вот у нас MindMap. Например, мы хотим искать людей по домену. Нажимаем на Domain Name, и у нас выходит список подкатегорий, которые мы можем еще раз заэкспандить. Например, WhoisRecords. И мы видим список инструментов, которые помогут нам получить информацию Whois. Давайте нажмем на любой, например, DNS Table, и он перенаправляет нас на такой сайт. Если здесь написать, например, murat.one, то, что мы видим, мы видим, что этот сайт находится на хостинге PSKZ, что он в Казахстане находится физически. И вот мой email-адрес видим. То есть, очень полезно. Ну, по email-у можно еще нажать email search. И видим вот разные инструменты. И с несколькими из них мы сегодня как раз-таки поработаем. Теперь, что такое EXIF. Если кратко рассказать, то EXIF – это формат метаданных, то есть стандарт метаданных. Например, вы, наверное, замечали, когда вы выкладываете фотографии куда-то, он вам автоматически предлагает указать какое-то место, время съемки. То есть, эту всю информацию каким-то образом тот или иной софт узнает. Тот же Instagram, например. Все эти данные хранятся в формате EXIF. И мы сегодня попробуем поработать. Есть такой замечательный инструмент, называется EXIF-Tool. Он написан на Perl. Это такой скриптик, получается, который умеет читать и записывать мета-информацию. Вот по этому адресу можно его скачать. Давайте я сначала запущу наш Kali Linux. Который мы в прошлом уроке устанавливали. Так, увожу логин, пароль. Запускаю терминал. И попробую EXIF-Tool. Красным горит, значит, он не установлен. У нас предлагают установить его. Давайте скажем Y. Password for Kali. И он предлагает установить. Соглашаемся. Так. И все, у нас EXIF-Tool установлен. Теперь нам нужно скачать какое-нибудь изображение. Давайте зайдем на Google.com. Например, image.example.wiki. Какой-нибудь example. Скачаем. Так. Ну, здесь, кажется, никакой информации не будет. Ну, давайте попробуем его скачать все-таки. Так. Я перехожу по папу TMP. Чтоб все это не сохранилось. Скачиваю и пробую EXIF-Tool. Example.jpg. И он не выдает информацию, когда было модифицировано. То есть, в 2013 году, видимо, был создан этот файл. Про формат, про какие-то параметры изображения. Но все это нам не интересно. Давайте что-нибудь поинтереснее поищем. Ну, например, Tiger Viki. Обычно в изображениях Википедии очень много информации. Так. Download Original. Copy Link Location. Делаем в Get. Так. У нас скачалось. Давайте Welcome Tiger переименуем в Tiger.jpg. И делаем EXIF-Tool.tiger.jpg. А вот здесь уже более интересная информация. То есть, как вы видите, очень много информации по этому изображению. Что у нас здесь интересное. Вот название программы. Originating. Написано. Что бы это ни значило. Название программы, в котором редактировался файл. То есть, мы теперь знаем, что этот файл пропущен через Photoshop. Это тоже полезно. Например, чтобы выявлять, не редактировали ли файлы через такие редакторы. Снимали на такую камеру. Здесь GPS координаты интересны есть или нет. Так, GPS координат не вижу. Но здесь разного рода копирайты можно вставить вот в таком роде. То есть, в таком формате информация. Так, с EXIF-Tool ознакомились. Также с помощью этого же инструмента можно еще и записывать мета-информацию. Вот здесь пример. В инстаграме, например, некий человек опубликовал фото. И, как вы видите, инстаграм высвечивает, где это было снято. И эту информацию еще и можно удалить. Именно в нашем случае для Асинта это очень сильно помогает. Потому что мы можем в том же инстаграме находить людей по их локейшену. То есть, по локейшену фотографий. Например, вы находились в какой-то местности. И не смогли с кем-то познакомиться, например. И вы просто ищете по локейшену все посты. И если вам повезет, и этот человек социально активен в интернете, то вы, скорее всего, найдете этого человека. Раз тема пошла про инстаграм, вот еще один интересный инструмент для Асинта. Например, многие профили могут быть закрыты. И там может быть только аватарка. Например, зайдем на инстаграм.ком, на какой-нибудь аккаунт. Не знаю, пусть будет Джеймс какой-нибудь. Если такой есть. Вот такой человек есть. Ну, допустим, что этот профиль закрыт. И вот эту фотку нам нужно увеличить, чтобы потом искать по этой фотографии. Инстаграм просто так это сделать не дает. Поэтому есть такой сервис. И сюда мы пишем логин человека. Нажимаем download. И в итоге мы получаем в большом расширении. То есть, изображение. И дальше вы можете искать уже по фейсу. То есть, здесь по фейсу мы не сможем поискать. А здесь можно уже. Потому что лицо видно отчетливо. Так, что у нас дальше? Дальше у нас боты в Telegram. Которые также помогают находить информацию. Я вот зашел в аккаунт Telegram. Первый бот это GetFB. Здесь вы можете написать номер человека. И он выведет есть ли у этого человека аккаунт в этом фейсбуке или нет. Давайте наугад какой-нибудь номер введем. Например, все семерки. Так, поиск по казахстанским номерам отключен. Ага, нам нужно. То есть, для казахстанских номеров этот нот получается бесполезен. Российский номер какой-нибудь введем тогда. Так, видимо, здесь ограничение. Но суть, думаю, ясна. Через этот сервис вы можете найти фейсбук человека. А следующий это бот GetContact. Очень популярный бот. Давайте его так вот здесь он. У нас три попытки в неделю. Но лучше, чем ничего. Давайте попробуем какой-нибудь номер ввести. вот нам вывели имена оператора страну этого номера. Так, еще один бот это LeakCheckBot. LeakCheckBot. Здесь, что хорошо, этот бот вам показывает не утекли ли ваши данные. То есть, например, вы, используя свой email, заходите на кучу сайтов, регистрируетесь. И спустя какое-то время эти сайты взламываются кем-то, теми же черными хакерами. И в результате базы данных этих сайтов оказываются в публичном доступе. А это означает, что пароли, которые хранились в этой базе данных, тоже утекли в сеть. чтобы проверить, не утекли ли ваши данные, можно использовать этот бот. Например, давайте напишем mail mail uru условно. Он нам пишет, что вот этот email утекал 17 тысяч раз на вот этих сайтах. То есть прямо есть связка на каких сайтах ваши пароли утекли, и вы можете, основываясь на этом, понять, какой именно ваш пароль оказался в утечке. Дальше вот еще интереснее бот это find основан на нейронной сети и ищет двойников. Давайте как обычно Хайрат Нуртас его какое-нибудь фото возьмем, где его лицо видно. Здесь вроде более-менее видно, но расширение конечно не очень. ну давайте попробуем его скачать и нажимаем new tab и отправить вот эту фотографию. И ждем пока бот не найдет нам двойников этого человека. Вроде формат более-менее должен найти. Так, пока он ищет давайте другие боты посмотрим. Это get колеса бот некий. Что умеет делать этот бот? Вот показывают по номеру телефона все обвеления привязаны к этому номеру. То есть для Казахстана очень актуально особенно тем людям, кто хочет купить автомобиль. давайте зайдем на колеса кизет и выберем какой-нибудь автомобиль, который сняли который красиво засняли и вот номер телефона вот этот я беру и вставляю вот этот колеса пробел убираю вот found то есть этот человек скорее всего не перекупщик либо у него свежий номер давайте еще какое-нибудь объявление попробуем до старую машину попробуем вот found опять меня заблокировало но когда вы натыкаетесь именно на перекупщиков этот бот показывает эту информацию здесь просто история очищена чтобы лишней информации не было так у нас find mickey z бот что-то ничего не нашел он вообще работает или нет может быть он перестал работать нет он работает а или надо было именно как фото отправить он у нас как файл кажется отправился давайте еще раз тогда так мне нужно лицо мне нужно лицо давайте вот здесь лицо есть размутые изображения ну например тест .gpg так without compression in a quick way in a quick way давай выбираем так отправить номер да требует номер телефона ну и так что-то не так с этим аккаунтом да что-то не так давайте заново авторизуюсь так я обновил страницу перри влагинился теперь должно сработать еще раз попробуем in a quick way send и он нам кучу страниц показывает и давайте зайдем на какой-нибудь сходство 0.97 то есть он нашел нам аккаунт где на аватарке стоит хайрат нортас давайте где-нибудь где похуже коэффициент сходства посмотрим и вот видите даже в очках алгоритм смог найти дальше у нас сервис hunter айо этот сервис очень хорошо помогает при контестах потому что бывает нужно найти список email адресов чтобы отправить например фишинг и чтобы время не терять можно через hunter айо набрать нужные email адреса например остановите идуки z и мы видим email адреса если мы авторизуемся сейчас на сайте то он нам покажет полный адрес сейчас он нам не показывает еще один интересный сервис это google lens он в android телефонах уже давно встроен с недавнего времени он еще и в google хроме есть смысл в том что вы ищите то что видите так давайте сделаем search image из google из google lens и что он нам показывает что это певец хорет нутас то есть вот таким вот образом вы можете находить имена людей находить название вещей находить сорт например те же цветов или породу какого-то животного название животного и так далее вот еще один интересный сервис email rap.io он показывает репутацию email адреса то есть список регистрации ну например введем mail mail.ru нам пишут что рискованно доверять этому email адресу и что этот адрес в черном списке он нам показывает что на таких сайтах есть профиль человека который зарегистрировался под этим email адресом то есть вот таким вот образом можно понять насколько можно доверять email адресу который вам отправили еще один аналог сервиса лик-чек то есть бота здесь уже веб-приложении тот же mail.ru введем он показывает утеклили ваши пароли и вот этот email адрес он утекал 119 утечках и находился в разных текстовых файлах в интернете вероятно с паролями и это дает четкий сигнал что нужно обновить везде пароли вот вот это уже версия в виде сайта того же бота лик-чек но здесь уже все более серьезно потому что если вы купите здесь доступ вам еще если не ошибаюсь дает доступ еще и к паролям то есть не только информацию что пароль утек а именно пароли которые были использованы на разных сайтах так mail собачка mail.ru нам пишет что вот на таких сайтах он регистрировался и этому сервису известны пароли которые он использовал на этих сайтах и вот дата свежести то есть вот очень очень недавно например давайте отсортируем ведь свежие сайты и все пароли из этих сайтов известны этому сервису поэтому будьте осторожнее с паролями желательно ставьте разные пароли на разные сайты вот еще один сервис это аналик легче тоже платный сервис и дальше мы от имейлов теперь переключаемся к исходным кодам это сервис называется search code и в нем 75 миллиардов строк кода из 40 миллионов проектов в чем этот сервис вам может помочь вы например можете найти участок кода который вам нужен например вы захотели посмотреть майской лайк коннект функцию как она используется и здесь он выведет все участки кода то есть из баз данных которые он собрал и вы можете посмотреть как он используется либо просто скопировать этот участок кода на свой проект а также здесь можно искать например имейлы в нашем случае если просто астана написать то он найдет все вхождения астана вот дальше идем еще один интересный сервис это i know what you download сервис который ищет по IP адресу все скаченные вещи пользователям конечно он работает только на определенном промежуток времени потому что обычно у людей IP адрес динамический например я все эти вещи не скачивал я торрентом редко пользуюсь но все равно тот человек который пользовался моим IP адресом до меня например 2 февраля он скачивал вот вечер он скачивал еще какие-то программы игры и здесь вы можете любой IP развести и узнать кто что скачивал если у этого человека IP адрес статический то вы увидите всю историю скачиваний а если динамический то не факт что вы найдете но если вы знаете когда у этого человека был этот IP адрес то скорее чего вы найдете что он скачивал за рубежом кстати за торренты очень очень строго наказывают потому что это пиратский контент и скорее чего когда-то и до нас дойдет что вот по таким сервисам уже будут наказывать за скачивание пиратского контента следующий сервис это веб-архив для его использования я буду запускать браузер тор потому что на территории Казахстана иногда наблюдаются проблемы с доступом на этот сайт но этот сайт очень хороший это можно сказать база знаний интернета то есть машина времени можно сказать так он пытается подключиться давайте еще еще одну вкладку открою долго пробую добавить протокол еще попробую артифор просто написать видимо у меня какие-то проблемы с интернетом а нет google открылся это проблема именно с вот этим сайтом хорошо я сейчас перезапущу тор браузер я перезапустил браузер тор теперь попробуем еще раз зайти потому что тор он генерирует цепочки прокси и не всегда не всегда он может выбрать нормальный маршрут пока он пытается загрузить так нет он не смог так вот архив орг так вроде теперь зашло давайте вот останайте eduqizet и что мы видим мы видим что сайт останайте eduqizet мониторился сервисом веб-архив с 2019 года это означает либо что сайт в это время где-то появился либо либо то что сайт до этого был не популярен давайте 2019 год нажмем и мы увидим календарь снапшотов то есть это снапшоты сайта давайте июнь 8 19 года нажмем и мы видим что сайт еще не создавался в это время давайте 20 год выберем в 20 году у нас уже загружается ну здесь написано главная страница это видимо уже сайт был как вы видите в 19 году сайт выглядел вот примерно вот так нет 20 году извиняюсь вот новости за 20 год то есть здесь можно посмотреть даже те новости если они были заиндексированы этой системой можно посмотреть удаленные новости например удаленные статьи и так далее так следующие утилиты это у нас уже огромные проекты называется шудан наверняка вы слышали это с поиском сочи сенсис и вью днс очень популярные сервисы здесь можно искать серверы можно искать веб-камеры можно искать какие-то айот устройства здесь даже есть ссылка которая поможет сориентироваться по запросам в шудане ну например астана идти иду кизать так результатов нет окей по-моему сайте тоже результатов нет вот здесь например список разных запросов некоторые из них можно использовать только после авторизации на шудане а некоторые можно и без этого использовать те самые последние возьму он вроде без фильтров и как вы видите это модель какой-то веб-камеры и мы можем мы видим 32 32 веб-камеры это чей-то офис видимо это тоже чей-то офис чей-то двор давайте вот этот двор посмотрим на эту иконку нажимаем и жмем view видео так видео нету ладно давайте другой посмотрим так это какое-то здание чей-то паркинг вот паркинг посмотрим видео вот в реальном времени мы видим так 1345 это видимо 45 минута идет и вот реального времени мы видим чью-то машину то есть вот таким вот образом вы можете искать информацию а также можно по IP-адресу искать например вот этот IP-адрес как раз таки вставим сюда и увидим что на это моем IP-адресе на это вот даже отель какой-то на моем IP-адресе доступны вот эти порты вот по этому порту вот находится вот такая вот камера вот по порту 3389 находится RDP то есть вот еще одна камера надписи какие-то то есть вот таким вот образом все это дело работает следующие это Spice это по-моему новый сервис относительно давайте тот же IP-адрес введем и видим что есть один результат вот даже показывает где он находится нажимаю на этот IP-адрес View Details погрузились детали то есть локейш на IP-адресе то есть по IP-адресу мы можем примерно локацию узнать по открытым портам здесь информации мало видимо из-за того что сервис новый но здесь есть свои плюсы этого сервиса например например когда вы ищете какой-то домен он вам еще и под домены показывает то есть Moodle Digital и еще какой-то сайт видимо по IP-адресу как-то связан нажимаем нажимаем View Details и видим информацию по DNS записям видим информацию по Robots тексту по сайт мапу и так далее если здесь установлен установлены старые технологии он еще и покажет что там есть риски взлома этого сайта и для системных администраторов например это очень полезно знать если много сайтов в наблюдении то это очень удобно и полезно для таких работников census то же самое вот ввел IP-адрес который с камерой видите здесь он нашел даже больше открытых портов чем Shodan но он здесь не показал не показал камеру в целом можно дальше догадаться самим конечно по открытым портам еще один сервис это у нас ViewDNS здесь можно вот location IP-адреса найти вот например New York United States конечно не всегда точно но помогает например Revers IP Lookup Aston.it Edukizet он нам показывает всех соседей сайта Aston.it Edukizet то есть все эти сайты находятся на одном сервере Aston.it Edukizet Aston.it Edukizet он может показывать историю IP-адресов сайта вот у Aston.it был вот такой такой адрес а если какой-нибудь google.com взять что-то он долго думает видимо из-за того что у google.com слишком много IP-адресов так еще здесь доступна Huyz информация остановите Edukizet Huyz вот название организации кстати неправильно написано а сатана фамилия имя человек который зарегистрировал номер телефона и так далее так следующее у нас это google hacking вообще взломать некоторые сайты можно с помощью поиска google вот например сайт exploit db показывает список запросов которые могут помочь взломать тот или иной сайт давайте зайдем на google.com сайт например Astana IT и Edukizet если вы указали вот такой вот ключ это означает что он будет искать только на сайте Astana IT видите вы можете добавить например extension например вы ищите только pdf файлы и все вам вводит список pdf файлов видите мы уже нашли список грантов можно еще здесь какое-нибудь ключевое слово подавить например yin и все мы видим какой-то yin это yin организация видимо то есть вот таким вот образом можно искать информацию в случае с дорками их называют дорки вот эти запросы называются дорки в случае с дорками можно даже пароли находить например давайте в зоне net зоне точка net например поищем файлы тексты которые содержат слово паспорт вот здесь разные файлы и интересно то что среди них может оказаться действующий пароль который случайно загрузили на сайт например слово пароль вот например пароль какой-то на аккаунт вот таким вот образом можно находить пароли но сразу говорю что искать вот так гугли это это нормально но заходить уже по ссылкам это может расцениваться как атака уже целенаправленная и в том числе использовать эти пароли из текстовиков это уже стопроцентная атака и это может привести к уголовному расследованию то есть нужно нужно быть с этим тоже осторожно нужно именно искать сайты с которым у вас есть договор на проведение пантеста и в таких сайтах искать информацию вообще по другим ресурсам а другим астинт инструментом можно зайти на эти сайты эти сайты предоставляют очень интересную информацию например викин астинт он уже переехал на новый сайт на этот сайт переехал но старые статьи они тоже очень информативные вот например уикин астинт если нажмем потом каждую неделю на этот человек публикуют информацию по инструментам которые он нашел для астинта вот на разных сайтах и здесь вот очень важный раздел это links нажимаем и мы видим что есть разные категории по которым мы можем найти информацию например мы хотим искать людей и он нам выводит список сайтов которые могут помочь в этом деле этот сайт я не понял это видимо сайт который по анализам днк находит друг друга видимо что-то в этом роде white pages вот это уже что-то знакомое давайте я попробую свое имя вести так ничего не нашло это скорее всего из-за того что сервис ориентирован на западную аудиторию и для них это отлично работает но в нашем случае он не сработал то есть вот такие есть ссылки есть такие ресурсы которые могут вам помочь найти нужный инструмент теперь немножко про то как скрыть свой номер телефона или email во первых нужно завести хотя бы два email один личный другой для регистрации на разных сайтах но если у вас нет на это времени есть такой сервис называется tempmail который предоставляет временный email адрес например я захожу на tempmail и захожу на тот же showdown он генерирует email адрес вот он сгенерировал и копирует это email адрес и захочу зарегистрироваться на том же что дани sign up now регистр username паспорт так регистр username вот так и пусть остается дик сакс пароль не знаю астана айти астана айти пусть subscribe нам это не важно вот нам пишут что надо проверить свой email и сюда должно упасть письмо от шо дана как вы видите письмо упало нажимаем на письмо и жмем на ссылку для активации аккаунта теперь пробуем залогиниться и все у нас есть доступ в аккаунт при этом мы не показали свой настоящий email адрес что касается номеров телефона есть например вот такой сервис конечно на популярных сервисах это не сработает потому что здесь количество номеров ограничено например United Kingdom вот вот этот номер вы можете использовать например на разных сайтах регистрации и если этот номер ранее там не был зарегистрирован то скорее еще у вас получится его зарегистрировать сюда упадет смс например вот с Яндекса упало смс и можно активировать аккаунт используя вот этот номер и здесь код который придет все таким вот образом не показывать свой настоящий номер телефона и таких сервисов куча есть бесплатные есть платные теперь перейдем к самому интересному это автоматизация синта есть такой инструмент называется Maltego и платная версия Maltego очень мощная но есть и бесплатная версия вот есть адрес ссылка чтобы посмотреть как нужно практиковаться с Maltego давайте мы тоже попробуем в калии он по идее должен быть установлен заранее вот ищем Maltego так Maltego мы не нашли так значит делаем вот что делаем суду делаем суду апдейт так апд апдейт так как обновилась пока идет обновление так как это виртуалка он будет конечно делать это чуть заторможен теперь делаем апд инстал Maltego и ждем пока все скачается скачалось устанавливается надеюсь все с первого раза запустится так теперь ищу Maltego вот Maltego у нас появился нажимаю на его и жду community edition 4.3 так здесь теперь нужно нам выбрать тип лицензии в нашем случае это будет Maltego сие то есть community edition free нажимаем run и принимаем условия лицензионного соглашения и здесь если у вас нет аккаунта Maltego надо будет нажать регистр хия и зарегистрироваться у меня аккаунт уже зарегистрирован так здесь я пишу свой пароль свой логин так ковчан неправильное пишет так логин пароль вроде как верный так 1 мб так вроде как зашел здесь интересный нюанс цифры с копчей буквы с копчей вводите в нижнем регистре хотя он показывает большой регистр все равно вводите нижним тогда он скорее всего зайдет так нажимаю далее какие-то обновления делает устанавливает что-то так далее 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 так здесь есть два варианта выбора именно вида использования это нормал и стилзы стилзы это скрытый скажем так мод когда ваш IP-адрес пытаются не палить но так как ничего преступного мы не делаем мы выбираем нормал и соглашаемся с тем что некоторые вещи могут потребовать нашего соединения с каким-либо сервисом и давайте нажмем open blank graph и ждем пока все это дело опустится так вот слева есть тумбар который поможет вам выбрать тип объекта и по этому типу объекта вы можете уже дальше работать например это person это email адрес это сайт может быть это может быть компания я здесь я не вижу списки этих вещей видимо в платной версии не есть ну давайте начнем с фразы так фраза напишем я двойник двойных кавычках напишу чтобы он мог искать более точно вот я написал фразу свою свою фамилию и имя и нажимаю правой кнопкой и захожу в волтрансформ и выбираю например веб-сайт using searching lines это означает что он сейчас найдет все ссылки где содержится вот эта фраза нажал жду и как вы видите малтега нашел вот такие ссылки то есть он нашел мой блог он нашел мой профиль на linkedin он нашел мой профиль на github на pinterest на курс hero меня нету но видимо мои студенты загружают туда моей презентации и например чтобы узнать точную ссылку можно нажать например на github дважды зайти properties и вот узнать точную ссылку к моему профилю так давайте теперь что-нибудь другое попробуем например вот murat1 нажимаю вторую кнопку и to ip address например нажимаю и он выводит ip address сайта то есть вот таким вот образом можно последовательно связывая данные получать все более полную картину о ком-либо объекте или человеке так давайте здесь company попробуем написать видимо company убрали с этой версии ну давайте тогда фраза астана идти у него здесь так астана идти в сети так по той же схеме дайте пример твой mail адрес попробуем using search engine вот он нашел разные mail адресы которые принадлежат сайтом где есть слово астана идти университет вот например был женку молотов давайте нажмем на него правой кнопкой так давать сначала я его передвину куда-нибудь вот сюда например не путалась правой кнопкой нажимаю и давайте to person жму нажимаем ok и малтега автоматически говорит что судя по мл то есть он парсит мэйлы выводит пола джанку молотов и то есть мы дошли до персона у нас была только фраза с найти перу нас есть person давайте нажмем вторую кнопку на person и например поищем что можно поискать нужно поискать давайте веб-сайт нажмем через bing run чтобы понять на каких сайтах этот человек упоминался и мы видим разные научные сайты то есть вот таким вот образом а можно находить связи между людьми между компаниями между сайтами вот остановите еду кизет например вышел дальше можно нажимать кнопочки и он все делает с найти еду кизает например и на записи мне нужно вот то есть просто нажимаю на кнопки принципе можно находить разную информацию в случае платной версии там конечно возможности очень широкие так по вопросам группу будете задавать теперь по домашнему заданию домашнее задание такое первое задание это вот по этой ссылке скачать изображение и определить на латыни точное имя этого цветка второе вторая задача это скачать вот это изображение и определить точный город точное местоположение точную точку откуда была сделана эта фотография и третье это по фразе man from кизет найти всю информацию используем алтега и ссылки на этом все до встречи на следующем занятии